Ольга Курносова подключается к нашему эфиру, глава секретариата Съезда народных депутатов. Ольга Владимировна, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Слушайте, ну, если там про какие-то статусы иноагентов, это все как бы такое. Климо, клеймо интеллигентности, клеймо знака качества, то все-таки если будут конфисковывать движимое и недвижимое имущество, переводя это на бытовой язык, это квартиры, автомобили, но это уже серьезная история. Что вы о ней думаете? Насколько это может быть влиятельным механизмом для того, чтобы люди закрыли рот? Те люди, которых они назвали иноагентами, они, собственно, поэтому их и называют иноагентами, потому что они рот не закрывают. И потому что это как раз те голос, которых слышим, голос, у которых прислушиваются обычные россияне. Поэтому они так опасны для режима, поэтому они преследуются, поэтому не хотят конфисковывать имущество. Опять-таки ничего нового. В далекие, сейчас уже кажущиеся близкими, сталинские времена часто соседи по коммунальной квартире сдавали соседа, чтобы прихапать его комнату. Ну а теперь государство вот таким становится соседом по коммунальной квартире и пытается прихапать имущество людей, которых они перед этим обозвали этими самыми иностранными агентами. Надо сказать, что есть еще более серьезный статус. У нас там достаточно часто еще список террористов и экстремистов носят, а там и все счета блокируют, и человек практически и жить-то не может. Ну это естественно. А как вы думаете, все-таки они дойдут до того, что будут конфисковывать квартиры, автомобили, вот у тех, у кого есть статус иноагент? Ну я вообще не вижу сегодня ничего, что может их остановить, кроме, собственно, падения режима. Да, и это единственное, что может изменить эту ситуацию. Потому что в сегодняшней российском действительности вот это сумасшествие просто тотальное, или даже, я бы сказала, может быть там какой-нибудь Володин и не сумасшедший вовсе, он просто пытается изображать из себя психического, потому что для Путина это хорошо продается. То есть им нужно показать, какие они психические и насколько они полезны для Путина и его режима. И ни один самый маразматическое предложение не может быть нереализованным. Может быть реализовано все, что угодно. Поэтому я вовсе не удивлюсь, если действительно начнут все конфисковываться. Ну да, это тоже важная роль показать. Мол, шеф, смотри, какой я больной. Еще более острая форма, чем у тебя. Хорошо, Ольга Владимировна. Ну а родственников, например, людей, которые выйдут из России, продадут свое имущество, заранее уже об этом позаботились, как многие. Как вы думаете, это может коснуться? Ведь это тоже было такое. И вот мы до включения с вами говорили с экспертом по Северному Кавказу. И там действительно даже за сдачу в плен в Украине тем, кто завербован в Чечне, там могут репрессировать родственников очень серьезно. Вот в России центральной к этому может прийти? Будут ли репрессировать родственников русских? Опять-таки давайте вспомним сталинские времена. Даже был чесир, член семьи, врага народа. Ну ничего удивительного в этом я, к сожалению, увидеть не могу. Понятно, что сегодня пока мало случаев, почти нет случаев, когда пытаются репрессировать членов семей. Но это сегодня. А что будет завтра? Каждый день, который Путин находится у власти, это новые бредовые законы, это новые смерти, это бесконечное усиление репрессий и убийств всех, до кого могут дотянуться его кровавые ручонки. Поэтому никакой границы разумной не существует. Окей. Вчера вечером власти сообщили о новом коррупционном деле, которое может стать одним из крупнейших для Минобороны. Савеловский суд арестовал Александра Молодченко, гендиректора Главного управления специального строительства Минобороны России, которая входит в десятку крупнейших строительных компаний России, является крупнейшей строительной структурой Минобороны. И все это как-то очень похоже на продолжение дела Тимура Иванова, который как раз на этих строительных подрядах заработал миллиарды. Тут интересно, что с Молодченко была определена мера пресечения для еще нескольких человек, чьей должности не называется. То есть явно идет намек на целую сеть. Вот в СИЗО был отправлен Иван Мальцев, Ольга Павлова, ну и так далее, и так далее. Что вы думаете об этом? Почему идут дальше вот эти коррупционные дела? Почему их выставляют на показ? Просто разборка с каким-то кланом, перестановка или... Ну, к чему это? А что делать? Никаких успехов у нового министра обороны? Нет. Белаусов ничего не может себе приписать. Ну да, хорошо, Шойгу нет уже сколько времени. И что происходит? Есть ли какие-то позитивные подвижки? Их нет. Поэтому что можно говорить? Да я же все время всех сажаю. Мне просто не до каких-то других дел. Вот приходится чистить авгиевы конюшни, которые остались от Шойгу. Поэтому, ну извините, что вы от меня хотите. Другое дело, что это не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно наступит момент, когда Путин скажет, ну и чего? Ты же мне обещал то, все, пятое и десятое. Я почему-то ничего не сделал. Поэтому, конечно, этот момент когда-то настанет. Но пока это такая отмаза. Мы будем все сажать, сажать и сажать. Вы посмотрите, одни коррупционеры, поэтому все так плохо. Хочу под конец вот обсудить еще такую тему. Просто отношение вот россиян к этому, ну это выглядит каким-то издевательством над людьми на самом деле, но может нет. Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко предложила организовать новогоднюю фотосессию для эвакуированных жителей региона, которые ранее просили помочь им с жильем. Она говорит, Харченко, а давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои дома. Ну и которые этих домов, судя по всему, не получат. Что думаете о такой инициативе? Устроит ли она людей без дома? Фотографии возле елки. Ну хотя бы палатку, что ли, подарила в качестве новогоднего сувенира. Нет дома, да какой-то палатки пожить. Но действительно, а что они могут предложить? Ничего. Денег нет, но вы держитесь. Старая добрая формула Дмитрия Медведева. Что называется, сами же все уничтожили. Денег нет в бюджете. Путина просить, да Путин скажет, с какого перепугу, а зачем вы их бомбили. Поэтому да, вот возьмите фотографию. Если большую фотографию распечатать, ее можно над головой повесить вроде крыши. Вот под ней сидите. Да, ну как-то вроде бы эти жители, которым до сих пор... Что мы хотим тут подчеркнуть? Это не то, чтобы фотосессия, как моральное утешение. Вот людям есть где жить теперь. Ну вот еще давайте закрепим это, скажем, десертом. Нет, людям реально негде жить, но им предлагают вместо этого фотоальбомы. Возможно, на украденные в их домах же фотоаппараты. Это может привести к какому-то недовольству, ну хотя бы на местах, чтобы люди немножко осознали вообще, что происходит и в каком реально государстве они живут. Или нет? Или это фантастика? Я думаю, что люди уже прекрасно понимают, в каком государстве они живут, особенно те, у которых дома сами же российские войска и разбомбили, особенно те, у которых все украли российские военные и которые увидели, как эти самые военные относятся к ним, вроде бы к согражданам, как к жителям, я не знаю чего. Поэтому уже все понимание пришло. Другое дело, что вот до этапа взять виллы и пойти на Кремль, вот до этого этапа еще не дошли, а то, что от властей можно ожидать только чего-то плохого, это они уже прекрасно понимали. Ну вот, кстати, ожидали от властей, я не знаю, сколько это плохого, но, как по мне, это просто сумасшедший дом. И тут вот интересно отследить вообще, на что готовы представители госаппарата и просто госслужащие. А в данном случае даже несколько жалко даже, это учителя. Вот на что они пошли? Семь школ в Воронежской области, значит, повелись на акцию пранкера, зовут его Владислав Бахан. Что он предложил? Он якобы разослал приказы от лица Единой России, «По легенде, злобные натовцы собираются облучить русский народ», написал он. «Наши учителя должны научиться противостоять этому воздействию с помощью простых средств защиты. Шапочки, шапочек из фольги». И вот абсолютно серьезно, может наши зрители проверить. Вот фотография, учителя собрались в шапочках из фольги, акцию это назвали «шлем Отечества», на них налеплены российские флаги. Ну, сумасшедший дом. И якобы все это сопровождается выкриками «Защитим от воздействия спутников НАТО нашу Родину». Что вы думаете об этом? О чем это говорит? Они так боятся или они инфильтрированы этой пропагандой? К чему это? Ну, они уже не понимают, где их разводят, а где это правда. И на всякий случай, а вдруг это правда? А вдруг действительно есть указание такое? Лучше уж мы походим в шапочках от фольги, чем нам сделают выговор, там, премии лишат или еще что-то такое. Мне кажется, Высоцкий, конечно, гениален в этом смысле. И его замечательная канадчикова дача, она как раз и описывает эту совершенно сумасшедшую, на самом деле сумасшедшую ситуацию. Но люди вместо того, чтобы находиться в сумасшедшем доме, учат детей в школе. Ну, вот, это-то и страшно. Именно поэтому в этих и в таких школах учить своих детей категорически нельзя. Уж лучше, ну, единственная возможность, чтобы дети находились дома и, собственно, учились не в такой школе. Ну да, это какая-то смесь страха с отсутствием критического мышления. То есть, ну, наверное, худшие какие-то вещи, которые дети могут на себя перенять. Спасибо Вам большое, Ольга, за участие в эфире. Ольга Курносова, глава секретариата Съезда народных депутатов, была в эфире «Фридом». Всего хорошего. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова